Девушки отдыхают Девушки отдыхают Лучше его можно исправить? Ну, как говорил известный персонаж, я еще не волшебник, а только учусь А-а-а Александр реалист Вы уходите И он нам покажет реальные упражнения Вы уходит от ответа Вы учитесь? Ну что, есть такие упражнения? Конечно, мы сегодня о них и поговорим Будем очень внимательно вас смотреть и слушать Как всегда, нам понадобится одна из женщин У которой часто стираются или внутренняя, или внешняя часть обуви Есть такие у нас желающие? Так, так, можно вас на секундочку? Представьтесь, пожалуйста Здравствуйте, меня зовут Елена Елена, держите микрофон Я вам немножечко расскажу о ногах С эстетической точки зрения существует четыре точки соприкосновения ног Это прежде всего середина бедра Колено, середина голени и пятки Отклонение от этого канона О-образная кривизна Ихс-образная и ложная кривизна ног Что мы видим при, например, О-образной кривизны ног У нас происходит не смыкание не в середине, да? Бедра не в коленях И, соответственно, происходит смыкание только в пятках Ихс-образная есть в середине бедра Есть в коленах И полностью низ, соответственно, ног не смыкается То же самое происходит практически при ложной кривизне ног В первом случае мы видим, что недоразвитые приводящие мышцы бедра Их достаточно легко тренировать С помощью упражнений, которые я вам сейчас покажу Упражнение называется «Приведение ноги с амортизатором» То есть движение достаточно простое Мы приводим сюда ногу Повторите, пожалуйста, без амортизатора Привели, хорошо Теперь добавляем резиновый амортизатор Так Готовы? Поехали Движение вперед Раз Чуть посильнее проносим ногу Елена, аккуратно Еще разок Пронесли Отлично Дыхание Выдох Выдох И еще один раз Закончили Данное упражнение делайте два раза в неделю Три подхода по 15 повторений на каждую ногу И проблемы с О-образной формой ног у вас будут решаться Далее у нас идет Х-образная ложная кривизна ног И проблема данной формы у нас в голени То есть в мышцах, прежде всего комбаловидной и икроножных мышцах На самом деле существует два типа голени Первый тип Длинная голень Когда икроножная и комбаловидная мышца спускается ниже на коротком ахилловом сухожилии Данный тип голени достаточно хорошо реагирует на силовую тренировку и быстро набирает объем Следующий, второй тип голени называется короткая голень Когда икроножная и комбаловидная мышца находятся вверху на длинном ахилловом сухожилии Данный тип голени плохо реагирует на физическую нагрузку И поэтому тренировать эту голень достаточно сложно Прежде всего нас с вами будут интересовать комбаловидная мышца, которая именно находится внутри нашей голени с этой стороны И медиальная головка икроножной мышцы Первое упражнение – как тренировать комбаловидную мышцу Итак, для этого необходимо соорудить интересный тренажер Первое – для этого необходимо либо черенок от лопаты, да, берем его Упражнение – подъем на носки, сидя, подняли, опустили Подняли, опустили Если нагрузка достаточно маленькая, то можно использовать, например, уже ведра с водой Налить ведра воды И выполняем подъем медленный темп И опустили Хорошо, делаем упражнение, а я немного расскажу Так как на 90% комбаловидная мышца состоит из медленного мышечного волокна То режим работы статодинамический, то есть медленный подъем Работаем три подхода по 60 секунд Чувствуем нагрузку? Хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ И заключительное упражнение для тренировки медиальной головки икроножной мышцы Можно вас на секунду? Вы нам поможете Так, встаем, встаем сюда, руки, руки возьмем Задача наша Носки, носки, Елена, разворачиваем в стороны Задача, поднимаем Да, на носки поднимаемся Опускаемся вверх, вниз Поднялись Опустились Что нужно запомнить? Опускаемся до угла в 0 градусов Ни в коем случае не ниже Потому что есть опасность перерастянуть ахилловые сухожилия Итак, движение у нас динамическое В конечной точке задерживаем на 1-2 секунды Вот, отлично И еще 2 раза Раз И вверху Задержались Закончили Спасибо большое Елена, скажите, пожалуйста Чувствуете нагрузку? Да, чувствую Где почувствовали? Икры Икры Вот что я требовала сказать Делайте данный комплекс И проблемы с ногами у вас никогда не будут Спасибо вам большое Присаживайтесь Александр, я думаю, что сейчас многие смотрели И слушали вас, затаив дыхание И записывали И записывали Неужели в самом деле возможно сделать наши ноги еще красивее? Кстати, я не поняла, как называется кобыловидная мышца? Камбаловидная мышца Камбаловидная мышца Камбаловидная мышца Камбаловидная мышца От слова камбала Она плоская такая А, а я думала от слова кобыла Нет Нет, нет, Далина Павловна Ну, извините меня А вас, уважаемые телезрители Мы ждем у экранов телевизоров каждый будний день На телеканале «Москва доверия» До новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok